Машин, ты как? Где ты сам? А, да. Я не знаю. Ну ты что? Как же ты? Потому что хотела поколение, скажем, Быково, оно хотело уничтожить наше поколение истерику с лица земли. Так что... Что они мелкими подлечаниями иногда и делают. Нет, это не получается. Это не может получаться. Кроме того... Может. Быков даже покаялся. Быков даже покаялся. Никто из нас не имеет права не подать мне, потому что никто не сделает столько, что-то сделает. Он нашел все. Быков. Да. Так и официально. А последнюю книгу Бак издал по поводу поэтов начала века? Я даже не знаю, кто это был. Да. Бак это ректор литературного института. И он ухитрился дать сто поэтов двадцать рубежа веков и упомянуть имени Евтушенко. Не может. Ректор литературного института. А вы говорите, нет противостояния. Еще какое противостояние? Может быть, может быть. Это не делает. Или там какой-нибудь Емелин. Там все было. Все, ребят, забудутся скоро. Все эти Евтушенко. Это чем осталось? В лучшем случае пять, десять лет. Через новое поколение все это хозяйство забудет. На Евтушенко огромнейшие лужники, огромнейшая Красная площадь и так далее. А этот, между нами, говорят, недоумок, издал вот такую вот тоненькую книжечку, которая в фалансере лежит. И, черт, никогда в жизни не будет промыть. Собака лаян петеросит. Всегда было. Нет, так он... Этих мосек, знаешь, сколько? Да я понимаю, но они же, понимаешь... Другое дело, что они все вот эти вот вещи проводят через достаточно серьезные издания. Понимаешь? Какие издания? Ну, то почему? Например, если вот ректор литературы института высказывает о поэзии свое мнение, то это серьезные издания? Ну да, это профессиональные журнала, как правило. А как же он сейчас будет руководить музеем Курджалы? А это уж вот прямо при встрече вот вы с ним просто полюбопытствуете. Улад Шалович есть, Белла Хатовна есть, Андрей Андреевич есть. А вот Евгений Александрович, дед Мой. Вы прям даже не верите. Это как, наверное, уже в четыре момента. Нет. Так вот, понимаешь, когда вы задали этот вопрос, вот там все вот на этих личных моментах вот так вот все и завязано. То есть это элементарная зависть или что? Просто. А? Это не личный момент, это не... Это идеологический проект. Да идеологическая работа идет. Вот то, о чем я вам говорил, о том, что нет ничего абсолютно информации по вашей пекинской премии. Нет никакой рекламы по вашей великой поездке, которая действительно была совершена. Вы знаете что? Это идеологическая работа. Вы знаете что? У меня написаны такие строчки, которые могут показаться очень не скромными и так далее. Но я все-таки их написал, потому что я их хочу. Я... Как это строить? Скажите, откуда я подскажу? Нет, недавно. А, недавно, если куда? Не, не может быть недавно. Я действительно выживший социализм. Но вы не единственные. Все. Их раздражает то, что они не понимают, что Андрей Дмитриевич Сахар никогда не оскорбил ничем идеи социализма. Он говорил о том, как идеи социализма были извращены и так далее. И эта идея... Конвергенцию. И конвергенцию он включал в все лучшее из идеи социализма тоже. Эти люди не способны. Вот и все. Они считают, например, что я слишком советский. Вот. А вы знаете, что... Я думаю, что почему они... Почему мы должны его отбрасывать на пустыни? Ну, не то хорошее, что было при советской власти. Например, бесплатное обучение. Бесплатное... Да не, ну там... И масса всяких других вещей. Понимаете, это... Вот. Ну, никто между тем, из них самих, выступающих, обвиняющих, никто столько раз, как я и поэты шестидесятники, не протестовали против несправедливости той же советской власти. Ну, потому что мы протестовали. Мы протестовали. Мы были первыми, кто заявили, что мы не дадим воскресить с цилинизм, и я написал наследники Сталина. Угу. Они к этому делу не имеют вообще никакого... Ну, они вышли на площадь и считают, что совершили подвиг. Они большой. И так далее. И воевали за... И то, что генерал Григоренко писал, скажем, как он был благодарен всем шестидесятникам. То есть они его выручили, выручили оттуда и так далее. Ну, пожалуйста, я... Кстати, мне очень понравилось, интересное очень... Что вы... Это они вытащили Бродского из цены? Или, может быть, это жуткие... Это известная история. И ни один исследователь Бродского даже не осмелился написать. Осмеливается, осмеливается. Потому что... Исследователь Бродского? Нет. Вот хорошая, в принципе, вот эта владельца Пардиса вышла книжка. Кстати, там они как раз, в общем-то, это описывают. Ну, это... Это не имеет никакого большого значения. Ну, как не имеет? Они все-таки прямые свидетели. И поэтому, в принципе, это тоже говорят о том, что... Ну, не совсем... Очень нехорошо поступил и... Не мешают. Просто в моей жизни эти люди... Потому что они нарушают христианские забыли. На каждом шаге. Кстати, очень интересное статьё Новодборский у вас написал. Бродский однажды, когда услышал, идут белые снеги. Да. Он заплакал? Есть. Заплакал. Уж казалось. Или что? Что бы ни было дальше, вот это сваренье останется навсегда. Да. Да. Мы берём её как любим. Он не удержался. Однажды... Да, да. И он мне всегда говорит, что... Ну, у каждого шестидесятника я платил. Ну, не больше... трёхсот, четырёхсот строк. Ну, а если что, это сейчас не у каждого... Я хотел об этом сказать. Вот у них ещё очень неприятная такая, не то что обязанность, да, а ответственность. И хочешь, не хочешь, они должны мириться. Для того, чтобы сильно критиковать всидесятников, они их должны очень хорошо знать. В том числе и наизусть. Понятно? Он обязан, вынужден просто... Я себе. Чего? Он не критикует. Да. Они должны знать. И они знали. И они знали. Садитесь. Сейчас это услышу. Мы сейчас обрадовали издателя. Предпросите. Смотрите. Андрошка фестивальная. Там какое-то... Меню там всё растет. А, кстати, может, я некорректно... Ну, сейчас что, выпить? Ничего. Нет, выпить. Нет, выпить. Правильнее сказать. А есть кошка? Нормально. А есть кошка? Нормально. А как тогда он будет руководить музеем Маслуджава, который сказывается уже в катастрофе? Молодой человек. Достаточно, в общем-то. По сути, по его... Доставлю. Может, некорректный вопрос задам.